Когда русские стали целоваться в губах? История поцелуя насчитывает не одно тысячелетие. Ученые считают, что эта ласка могла возникнуть приблизительно в третьем тысячелетии до нашей эры в Индии. Первые документы из свидетельства практики поцелуя были обнаружены историками в индийских ведах около 1500 года до нашей эры. Итак, как же возник поцелуй? Изначально поцелуй был чисто практическим действием. Когда матери начинали прикармливать своих малышей грубой пищей, они сначала тщательно пережевывали каждый кусочек, а затем из своих уст вкладывали готовую к употреблению кашицу прямо в рот ребенку. Прикосновение губ ассоциировалось с материнским присутствием и заботой. Со временем женщины стали целовать малышей просто, чтобы их успокоить. Никакого эротического наполнения это действие не несло. Позднее поцелуй к кромке одежды или стоп святого человека стал выражением крайнего почтения и преклонения перед его авторитетом. У индусов поцелуй был заимствован жителями Древнего Рима. Изобретательные римляне придумали несколько видов поцелуев. Дружеский чмок в щечку назывался аскулум. Нежный эротический поцелуй объекта симпатии базиум. Если мужчина позволял себе поцеловать таким образом девушку в общественном месте, он обязан был сделать ей своей супругой. Глубокий поцелуй с объятиями языков, который сейчас называется французским, придумали все те же римляне. Они именовали его Савалиумом и обычно применяли по отношению к своим супругам и любовникам. На Руси ни о каких таких языцках даже не слышали довольно долгое время, да и в Европе стали так целоваться только в V веке. Почему древние славяне не целовались? Жители Древней Руси считали отверстия человеческого тела незащищенными вратами, в которые так и норовит проникнуть разная нечисть. По этой причине уши защищали серьгами-амулетами. Глаза девицы стыдливо опускали долу, чтобы всякий соблазн не проник в эти отверстия. Точно так же относились и к рту. Древние славяне тщательно оберегали свои уста и не позволяли другим к ним прикасаться, чтобы не нарушить целостности своего внутреннего мира. Телесная оболочка воспринималась язычниками как некий барьер, отделяющий внутренний мир человека от окружающей его вселенной. В первые века нашей эры поцелуй применялся славянами как некое ритуальное действие. Самой страшной клятвой считалось целование, впоследствии поедание земли. Если человек поцеловал горсть земли, а затем нарушил закрепленную таким образом клятву, ему следовало готовиться к самой страшной каре, какую только можно было себе представить. Почтение у древних русичей обычно выражалось поклоном. Супруги в знак нежности и ласки прижимались друг к другу, обнимались. Заморские гости приносили на Русь и новые традиции, но они тяжело приживались. К поцелую в губы славяне долго относились брезгливо и с опаской. Когда же на Руси стали целоваться? Жители древней Руси наверняка могли наблюдать поцелуи у представителей других народов, но сами стали их применять приблизительно с X-XI веков с принятием христианства. Новая вера научила русских этому виду примирения со своим ближним. Поцелуи широко применялись именно в церковной среде. Вспомнить хотя бы обряды целования креста, икон, руки патриарха. Вместе с новой верой русичи вынужденно приняли и эту византийскую традицию. Затем она постепенно стала проникать и в быт, врезгливость уступила место новым чувствам. Теперь целовали в знак благодарности, дружелюбия и любви, наконец. На Руси появилось много новых обрядов, связанных с поцелуями. Троекратным поцелуем встречали дорогих гостей. Скромным чмоком в щечку благодарили в XVI веке хозяйку дома за гостеприимство, радушие и вкусное угощение, целовальный обряд. Глубоких древнеримских поцелуев не знали вплоть до татаро-монгольского нашествия, но темпераментные кочевники быстро обучили русских просавиц этому виду ласк. На Руси глубокий поцелуй долгое время так и назывался татарским. Более искусными в поцелуях русские стали уже в XVII-XIX веках, когда иностранные веяния стали проявляться все сильнее. Галантные дамы и кавалеры при дворе русских императоров не уступали по мастерству известным хавориткам имененам французских королей. Подписывайтесь на наш канал и вы будете в курсе всех самых интересных событий. Всего доброго и до новых встреч!